Добрый день, друзья! С вами Ирландский Кот. И сегодня мы будем наблюдать, надеюсь, замечательную игру. А именно команда, рождённая петухами, против пацаны-вообще-ребята. Сейчас я наберу своим сокастером. И... узнаем что-то как. Добрый вечер. Чуть-чуть погромче, пожалуйста. И немножечко шум. Шум есть? Ну такой лёгенький шумок у меня в наушничках. Тогда буду включать микрофон. Так, хорошо. Это товарищ из команды... Мегатех. И представься, пожалуйста, для наших зрителей. Барби Гёрл. Ну что думаешь, кто возьмёт? Ну, думаю, 2-1 петухи выиграют. Один. Ты склоняешься к их победе, потому что они прошлые чемпионы. Не совсем. Просто я смотрел игры. И мы сами играли с пацанами. Они не доигрывают, мне кажется, пацаны немного. До их уровня. Хорошее мнение, хорошее. Сейчас у нас ещё должен подключиться Артём. Так, подключится он, подключится. Но, видимо, немножечко отошёл. Но, думаю, ничего страшного. Так, нам предлагают написать пост в группке. А я отвечу, что вроде есть пост. Ну что ж, ждём Артёма. И будем начинать. Так, так, так. Сейчас я узнаю про начало. Всё, все пишут, что все готовы. А значит, мы начинаем грузиться. А почему ты думаешь, что именно 2-1? Ну, не знаю. Мне кажется, всё-таки пацаны способны взять карту. Мне кажется, это и первая карта, и будет за ними. Угу. Ну что ж, посмотрим, как оно будет выглядеть по-настоящему. По пиком банам что думаешь? Есть ли какая-то заготовочка? Ну, мне кажется, против петухов надо банить бутсикера. И верно. Ну, не или он дайанга. Потому что там ребята нормально играют. Ими. Давили там, помню, против, там, против них первая игра, не помню какая была. Но за 14 минут он дайангом задавили. Очень там ребята нормально играют. 14 минут. 14 минут. Неплохо, неплохо. А кого мы ждём? Мы ждём товарища монстра. Давай, монстр. Мы верим в тебя. Ты загрузишься. То есть чисто в агрессивную страту будут с кейсер играть ребята, так? Ну, мне кажется, да. Так, а собственно, все переподключились, все подключились. И значит, сейчас у нас будет стадия пиков банов. Первый бан будет от команды пацаны вообще ребятой. Да, будет сикер. Как и было предсказано. Ну, я думаю, пацаны не будут банить андайинга, потому что мы когда чекали их дота-бафы, там, у одного парня, что-то там игр 20 подряд на этом андайинге было, он там рейтинг затрачивает на нём. Может, сами возьмут. Значит, будут играть на андайинге, скорее всего. Ну, что ж, хороший герой в данной мете, а если ещё и агрессировать, то есть вести уверенную, но мощную игру. Но, кажется, не вы одни чекали. Может, они не считают их соперниками, не знаю. Может, они в себя слишком поверили после первых 2-0. Но, мне кажется, они могут дать отпор. Ну, что ж, давайте по банам. Значит, от пацанов вообще, ребята, в бан улетают Бладсикер и Шторм Спирит. Рождённые петухами же отвечают Лишаком и Андайингом. Очень быстрые пики от рождённых петухами. Забирают себе Виверну и Спирит Брейкера. А пацаны вообще, ребята, первым пиком взяли себе Queen of Pain. Похоже на заготовку. Очень быстро первые 2 пика прошли. Вообще не потратили дополнительное время петухи. Значит, готовят какую-то комбинушку. Ну, верно, они играли, по-моему, часто. Но вот взяли своего любимого спорта и ещё и агрессивного братрума. А тем временем у нас залетел Бристлбэк в пик для команды, пацаны вообще, ребята. Что ж, вторая стадия банов. Ждём, надеемся. Сайленсер отправляется в бан от пацанов. То есть, не хотят они играть против Сайленсера. Скорее всего, будет Масульте пикать. Есть КПА. Бристлбэк будет танковывать, будет. В ответочку уходит Даззл. Значит, не хотят, чтобы спасали свои противники, своих героев. Что я несу? Ну что ж, ладно. У нас ещё баны впереди. Тускар отправляется в бан. Хм. Ну, в принципе, хороший оффлайн-герой, но зачем его банить, если у нас есть уже братрум? Ну, братрум может быть и саппортом. По-моему, петухи играли им как саппорт. Не помню. Ну, кто-то на этом турнире точно набрал саппорта братрума. И опять же, у нас очень быстрый пик от команды, рождённой петухами. Это Гирокоптер. Значит, явно очень сильно готовились ребята. Значит, следственно, они должны мало ошибаться и показать очень хорошую игру. А в бан для себя они отправили Фантом Лансера. Шаггернаут. Показывает своего керри-героя пацаны вообще ребятам. И следует, остаётся им добирать всего лишь двух саппортов. Ждём, ждём четвёртый пик от рождённой петухами. И вот тут ребята подзадумались. Уходят в резервное время. Даже странно. Первые три пика были просто молниеносными. Как ты думаешь, какая комбинушка может пройти из этих трёх героев, которые уже пикнули ребята из петухов? Не знаю, пикнуть какого-нибудь Дарксира. А, Леона взяли. Значит, Баратрун точно пойдёт в оффлейн. Ну, какого-нибудь сильного мидера с АОЕ взять. Пака может какого-нибудь. Чтоб как раз скопу удержать. Следовательно, у нас четвёртыми пиками залетают Леон для петухов и Элф Шейкер для пацанов. И в бан от петухов отходит Рубик. Ждём последний бан пацанов. И это Магнус. И крайним пиком, рождённый петухами, забирает себе Лину. Но, честно, не вижу тут особо какой-то полезности от Лины. Ну, если только сбривать котла. Быстро высекать какой-нибудь саппорт или крупу. Ну что ж, ребята разбирают своих героев. Кипер оф зе лайт отправляется пятым пиком. И ждём выбор последнего. Возьмите уже спирит Брейкера. Он готовится вырваться в бой. Так, я пока проверю наш чатик на Твича. Он даже более-менее активен. Не так всё плохо, значит. Это команда ставит паузу. Видимо, проблемы у ребят с петухами. У ребят из петухов. Прошу прощения. Ну, давай пока представим. Нет, не представим. Хотя мы можем представить пацанов. Прошу, Барби Герл. Это твой звёздный час. Ага. Ну, петухи. Команда петухов. Монстр на Леоне. Вайс на Герокоптере. Линнон. КНСМ на Лине. Матвинджа на Винтер Вивероне. И Джора Бойсвак на Баратруме. А команда пацанов. Цезарь на Джаггернауте. Хэппи на Куин оф Пейн. Венеролог на Бристаллбеке. Ся-8 на Эоф Шейкере. И Клерик на Кипер оф Зе Лайт. Ну, как так можно? Жора, зачем ты ушёл в магазин в такой ответственный момент? Что ты думаешь вообще по пикам команд? Чей пик сильнее? Ну, посильнее, мне кажется, всё-таки у петухов. Замес очень сильный. Ну, у пацанов он просто пик очень плотный. То есть, жирность против хорошего масс-файта. Ну, да. Ну, что ж, и мы с вами будем свидетелями, что победит. Жирность? Будем ли мы наращивать свой жир? Или всё-таки будем рассчитывать на много врагов и обильную драку? Ну, распикивают у нас команды что-то. Пытаются рисовать на карте. Ставят крестики. Нет, это уже не крестики, это уже что-то странное. Всё, больше не рисуют. Ну, что такое? Что происходит с Waze? Опять его банят в чатике Твича. Не знаю, за что. А, за слишком обильное количество скобочек. Какой-то Nightbot у нас слишком суровый и жестокий. Никто ничего не успел закупить. За две секунды прошедшие. И, следовательно, будет ли смоуганг от кого-нибудь? Да, наверное, от петухов будет в лес. И они, скорее всего, там поймают кого-то. То есть собираются ловить в своём лесу или во вражеском? Во вражеском. Ну что ж, судя по тому, что мы видели когда-то давно, или недавно, то да, вполне всё логично. Активизировался чатик в Твиче, я смотрю. Это... Это есть хорошо. А тем временем мы всё ещё ждём Жору. Вейс даже успевает общаться в чачке Твича, пока стоит пауза. Так, а мы не засекли время, когда у нас была поставлена пауза? Ну, я не засекал. И я как-то не засёк. А есть какие-то ограничения по длительности паузы? Насколько я помню, у нас примерно... Да, где-то 10 минут. Ага, нам сообщают, что 4 минуты прошло. Хорошо, значит, ещё есть 6 минут свободного времени. А если через 6 минут не зайдёт Жора, то, получается, тех луз будет? По-моему, там не тех луз, по-моему, там продолжение без. То есть... 4 против 5 играть. Не так весело. А тем временем чачки-то хотят поднять с колен. Да, я полностью согласен с вами, ребята. А ты знаешь, вот, по счёт всей этой ситуации с командой элитов в сборе? Ну, вот всю эту ситуацию знаешь? Да, я знаю эту прекрасную ситуацию. А что там вообще случилось там? Неправильно зарегистрировали бланк? Нет, как я понял, ребята заявили одних игроков. Получилось так, что трое из них выпали. И не успели, или как-то подзабыли. И не предупредили. Тем временем пауза отжимается. Жора рекнепится. И петухи будут играть в полном составе. Да, значит, начнёмся. Виверна купила себе смоук. И будет ли это вылазка в смоках? Или нет? Нет, пока спокойно, без смоков идут ребята. Жора спокойно уходит к себе в оффлейн. А остальные прибираются к миду. Команда пацанов тоже разбредается. Каждый по своим линиям. Цезарь у нас уходит в свою лёгкую. Хэппи убегает на мид. А остальные трое прячутся у потайной лавки. И встречают там Хэппи. И возможно это будет драка за нижнюю руну. Очень редко я вижу драки за руны в этой лиге. Что надеюсь, будет интересно посмотреть на всё это дело. Кто-то постоянно моргает. Что-то, но все боятся выходить с хайграунда. Не хотят палить свои позиции. Звучит сигнал. Идёт задувочка от котла. Пробивает Лину. Идёт подков Бристлбэка. И Лина отъезжает первый. И выживет. Нет, не выживает Бристлбэк. Отвечают обратно. И драка дальше пошла. Монстр просел. Отпивается фласочкой. Гирокоптер. Вейс на гирокоптере давит. И пытается забрать Акашу. Но что? Уйдёт? Не уйдёт? Да давит. Получится скорее всего у него. Забрать я. Забирает. То есть даже несмотря на то, что отдали первую кровь, ребята, из команды петухов. Забирают сразу двоих. Опять пацаны расставляют свои линии 2-1-2. Как, собственно, и против Наска доиграли. То же самое Бристлбэк коттл. Чёрт, а я опять сглупил и не поменял рамочку. Ой-ой-ой. Нет мне прощения. Что у нас в Меду? В Меду вместе с Линой бегает Леон. И тут в лесочке у нас спрятался Виверна. И будет ли это выход на Акашу? Просто гоняют. Оставили пол-ХП. И пока ничего тут не происходит. Хотя Леон собирается тоже обходить. Или не собирается. Непонятно. Монстр, куда ты идёшь? Скажи мне. Нет, возвращается на линию к своему кор-герою. И всё-таки, кажется, есть выход. И должны добирать Акашу. Нет у неё второго уровня. Нет, есть. Есть второй. Но... Был КД в блинку и... Под нейтралом. Неплохо. Ах. Чуть-чуть не получилось, Виверны. А там ещё и Джиггернаут как-то погибает на топе. Не знаю, как он мог умереть. От одного Жора. Значит, не так всё плохо. Снизу котёл потихонечку напрягает своей волной. Имеет второй уровень. Может пополнять себе ману. Ману Бристилбеку. То есть, конечно, против Бристилбека стоять не всегда весело. Особенно, когда он начинает спамить. Какое счастье, что придуманы стики для этого. Снизу... Сверху у нас спокойная Фармилова. Хотя... Сява пытается потихонечку гонять на Жору. Что, собственно, правильно делает. Есть у него тотемчик. Есть у него Афтершок. Есть и Фисурка, если в случае чего отрезать. В Миду опять потихонечку нас... Подщемливают Квапу. Хэппи проседает немножечко. И стоит монстр здесь в лесочке у Мида. Готовится выход. Есть! Тан попадает. Блинкаут. И не получается уйти. Сверху из ниоткуда прибегает... Виверна. И забирает. То есть, очень-очень плохо стоится... Мидеру команда пацанов. Ну, ребята все делают, чтобы Квапа не увезла вообще ничего с Мида. И по Крепсату у него всего лишь шесть Крипов, тем временем, как у Лин 22. Два. И еще две смерти есть. Три, даже смерти. Очень неприятно. До сих пор нет бутылки у Мидера. Команда пацанов. И тут у нас походу... Походу встревает у нас Жора. Отрезали его фиссуры, но убегает. С помощью Чержа в Дерекнес. Убегает, отхиливается. И... Атака захлебнулась. Снизу у нас Лион... Лион, кажется, снова хочет убежать наверх. На Мид. И Виверна тут как тут. Тоже собирается обходить. Так. И да, это точно будет выход. Еще один выход в Мид. Есть ракетка у Гирокоптера. На единичку вкачана. Чтобы в ответочку напрягать своих оппонентов. И снова планируется выход. Смотрим. Смотрим. Квин оф Пейн не понимает, какая из этих иллюзий настоящая. А какая нет. И ждем, ждем этот выход. Ну если Квапа опять подставится под стан Линны, то встрянем. Есть выход. Есть Хекс. Драгон Слейв. И Лагуна Блэйд. А Спирит Брэйкер-то опять забирает Джаггернаута. В этот раз через ультум. Как-то плохо играют пацаны. Очень расслаблено что ли. Будет ли у нас выход вниз от Леона? Или Гирокоптера тут и так неплохо? Фармит. Есть кулдаун, подкоп. Сбревают котла сразу же. По фарму Гирокоптер не отстает от своего оппонента Бристилбека, стоя на одной и той же линии. И даже... То есть по фарму все три основных героя команды Петухи лидируют. То есть да, виден, виден скилл, ребят. И собранность. Что они готовились, ребята, готовились. Однозначно готовились к всему... Так, а Леон-то тут сейчас найдет руну невидимости. И куда пойдет? И скажем, что это будет еще один выход в мид. Приносится ему транквилл тапочки. И под невидимостью, да, собирается. Есть лагуна у Лины. Посмотрим, посмотрим на это дело. Но видит он тут Шейкера. И отступают, отступают. Товарищи из Петухов. Но есть подкоп, есть стан, есть лагуна. Хекс. И все, теперь можно обходить. Жора опять убивает Джиггернаут. В этот раз уже сверный. Смотришь на один урыв, и на пропускаешь другой. И как быть? И, возможно, снова у нас будет драка внизу. Ну, к вопе очень неприятно. Пять раз умирал опять. Даже сто левел. Бристлбэк-то выходит. Кулдаун вник. А нет! Бристлбэк разворачивается ровно в кулдаун. И забирается он Леоном. И теряет свою первую башню, ребята, из команды пацанов. Есть разбег на Джиггернаута, но, скорее всего, это и вправду полноценный разбег. Врыв на Джиггернаута. Отрезают фисуркой. И расходятся, ребята. Расходятся. Нет ультимейта. Еще пару секунд. Есть врыв от Виверна. Есть Лина. И Джиггернаута тут тоже не будет отпускать. Добивают его лагуной. И ничего не могут ответить на эту команду пацанов. Давайте глянем на графики. Это 4000 опыта, даже побольше. Лидируют петухи. Есть разбег. Разбег на Баратрума. Давайте посмотрим, чем это обернется. Но нет. Отменяется разбег. А тут снизу врыв на Геракноптер. Планируется. Прибежал сюда Хэппи. Готовятся впрыгивать. Ждут, пока подойдет Бристлбэк. Идет сюда и Джиггернаут. Есть врыв Крифт. И сбривают. Что ж, это второй фраг для команды пацанов. И вот тут... Черт, Бристлбэк меня перебивает. Ну, потихоньку начинают терять свое преимущество в золоте петухи. Было порядка 7,5 тысяч. Сейчас, ну, спустилось где-то до 6. И есть разбег куда-то. Баратрум летит в мид на Сяву. И догоняет его Леон. Значит, собираются его забирать. Но нет, отменяется разбег. И видят в миду троих. Будут отступать, ребята, из команды пацанов. Столпились в смиду. И что будут делать? Есть разбег. Подкоп по Джиггернауту. Хорошая фиссура отрезает Баратрума. Кулдаун только по котлу. Волна. Забирают на снова Джиггернаута. И продолжают давить ребята из команды петухов. Уже троих сбривают. Нет, нет у нас больше и быстрилбека. Я только сейчас заметил, что Герокоптер купил догон. По-моему, он просто издевается над ними. Ну, видимо, какая-то комбо-бомб-быстрота. И спокойненько будут забирать Т2 на миду. Пока Хэппи у нас пытается ковырять башню снизу. Есть у него Пауэр Трейдс, Нул Талисманчик. И 600 монет. Очень сильно помешали ему жить на миду. Есть разбег. И ТП-аут от Хэппи. Что у нас по Нетворсам. 6500 тотальная доминация от Лины. Дальше идут еще два игрока команды петухов. По 4000. Ну, 4800 и 4600. И из топовых героев пацанов только Бристлбэк, у которого 3500 Нетворса. То есть, пока не догоняют. У Джиггернаута Нетворс меньше, чем у Леона и Уверна. Я не понимаю, как он столько умирал в Братруму соло на соло даже до появления ульты. Даже не соло на соло, они в Добре с Шейкером стояли. О, всем привет. Привет, Решкет. Привет, Бобби Герл. Я вернулся. Привет. Да, кстати, смотрел я на этого Братрума и Джиггернаута сверху. Так, в общем, у Братрума, похоже, вип-аккаунт тоже, Акумидера, у него прокатывал постоянно баши. Поэтому он забрал Джиггернаута. Наверху, пиан забирал. Ну, когда смотрел, первый килл сделал, там вообще было три баши подряд. Ну, первых получается. Так, три баши подряд. Вероятность баши 17%. Я же говорю, вип-аккаунт. Гейп, наш Нилл. У нас намечалась драка под Т2. Братрум может стрелять, но есть Лина, есть Виверна рядом. Их стревает Хэппинь. Не отпустит Хэппи. Задувочка от котла. Отрезают Виверну. Но уже Братрум бежит в атаку. И котел отсюда тоже не уйдет. Кажется, он застрял, он бежит туда, Джиггернаут. У него мны. Даже на ульт нету. Он сделать ничего не сможет вообще. Поднимают фьюл у нас шейкера. И быстренько сбривают. И все это происходит у тайного магазинчика. А Т1-то еще стоит. Попахивает изикат крепче. Для петухов. Я даже на всякий случай открою еще раз графики. У нас 5000 опыту для петухов. И 10000 золота. И 10000 на 13-й минуте. Для тех же самых петухов. Я вот смотрю на общую ценность и вижу, что соло-мид копа имеет меньше, чем саппорты. Оба саппорта команды петухов. Ну, это печальный результат, конечно. Это очень печально. И у нас котел снова встревает. Что тут нужно ребятам сделать из пацанов. Надо рассредоточиться и фармить. И не встревать. Вообще не встревать в драке. Отдавать все вплоть до Т3. То есть драться уже только под Т3. Я больше не вижу тут никаких выходов. И у нас, похоже, только Хэппиум. Возможно, это понимает. Ну, а зачем сейчас драться так у 7 команды пацанов? У них только есть для драки квапа с ультом. Она имеет только пауэртритц и талисман. Заггернаут такой афайзы имеет. И 7-й левел. В общем-то, нечем драться. Поэтому и доминирует команда. А вот и драка. И разрывают нас тут Заггернаута. Есть Фисурка, но не поможет Фисурка. Виверна отхиливается. И Гирокоптер. Гирокоптер встреет. Гирокоптер убивают. Разбег и подкоп на Акашу. И будет ли Крик? Уходит от задувочки. Уходит. Боится, боится. Уходит Жора и... Выживает. Скорее всего, выживает здесь Жора. Надо брать куда-нибудь разбег на каких-нибудь крипов. Артём фонит телефон. И да, спокойненько убегает. Пожалели ульт в лес. И Жора вышел отсюда сухим. Молодец котёл. Хорошо задул, поэтому сделали минус 2. Исторон, человек, из-за персонажа, которого есть на таком левеле, на таком минуте, какой-то какой-то дамаг это, иллюминает его. Благодаря ему сделали минус 2. Так, и будет ли тут встревать Джиггернаут? Ну, нет, спокойненько Лина фармит. И ей ничего не страшно. Но чувствует, чувствует, что за ней собирается выехать. И уходит через лес. Мне кажется, чувствует, что она может кого-то забрать. У неё есть уже юл, она спокойно даст стан, даст драгонслейп, ульту и всё. Любой персонаж просто умрёт от такого раскаста. И собирает себе Shadow Blade. Несёт уже в курочке в ламе. Я полюбуюсь на эту ламу немножечко. Она очень милая. Вот то, что я говорю. И пальцем забираю шейкера. Очень жёсткий бёрст от команды Питков. Уже пился догон даже. У гирокоптера догон первого уровня. И есть рецептик на второй уровень. Нафармил себе, нафармил. Как-то несерьёзно играет Waze. Решил пофаниться, как в пабчике. Нет, ну почему? 16 минуты враги не фармят. За ними. Почему не забрать такой жёсткий бёрст в виде догона? Типо и Слина, Леон. Тоже очень жёсткие ульты. Очень жёсткий бёрст. Почему бы нет? Хэппи потихонечку сплит пушит. Есть у неё Point Booster. Пытаются выфармить себя Ганим. Нужно уже чуть меньше, чем 3000. Где-то 2300. И есть телепорт вниз. От Леона. И не только. Прибегаю сюда ещё и Waze. Но... Будет уходить Хэппи спокойненько. Ну это единственное, что могут сделать команда. Это пацанов, что как-то... Пушит татся. А именно Клопаун. У неё есть какой-то эскейп в виде блинка. Больше, что... Это никто не может сделать, кроме неё. Ну может ещё котёл только. Как пушит линии от Т3. С своим иллюминейтом. Вышел Джиггернаут пофармить вот сюда вот. И не знал Джиггернаут, что у Лины есть лотар. И ушёл Джиггернаут пить пенны в таверну. Тямо сказка получается какая-то. Графики. 7,5 для петухов. По опыту. И 15 тысяч по золоту. То есть на сторону пацанов графики ещё ни разу не перевалили. Да, немножечко, конечно, они спускались. Но совсем немножечко. Ну это только из-за ФБ, скорее всего, было. Всё-таки именно пацаны сделали ФБ. Если не жмаюсь. А у нас Братрум застрял на вордах. Ждёт свой Чардж оф Деркнесс. Не могу кликнуть на Братрум, а кликаются ворды. Не знаю, я бы на месте петухов пошёл бы Наршана. Взял бы Еггис и пошёл бы в хрукт-линию. Снёс. В принципе, у них очень большой перфарм. И по левелу, и по... И по левелу, и по деньгам спокойно могут меня забрать. Ну давайте поговорим немножечко о шмоточках для команды. Леон есть. Транквилы, Блинк. Жора есть. Масков Мэднес, Барабанчики. Урна. И ПТшечка. Вейс, ПТшечка. Дагон, какого уже уровня? Ещё пока второго. Ребят пока забирают Рошана. КНСМ на Линьон. Есть ПТшечка, Юл, Лотар, Бутылочка. Всё в порядке. Чё, ты щекуды почти в кармане у неё есть. Скорее всего, будет собираться в Силлер Эйдж, чтобы совсем уж выключать Бистлбека из игры. А Рошан-то очень быстро упал. И Братрум у нас тоже собирается через Лотар. Есть уже Шедо Маулет в Стэше. Так, у Виверны. У Виверны у нас Транквилл Бутсы, Сол Ринг, Плащик, Грейжный Стики и ничего пока такого. Ну, собственно, такой Хард Саппорт. Всё для команды, есть много вардов. Ну, пацанов, у Джаггернаут есть фейсбут, сбрайсерочек, щит бомжа, ничего... И топорик. Не помог топорик Джаггернауту в этой катке. Да, как и говорил, пытаются перейти на линию, на мидуэйн. А снова Драка на хэйграунде. Просто не жалеют никого. А тем временем Леон-то у нас отъехал. Убили Братрума. Возвращается Саегис и Гирокоптер. Не добивают у нас Хэппи или... Не умирает Хэппи. А, умирает. И как-то... Какой-то фит-фест. Просто фит-фест. Остается одна лина и уходит с тэпаута на телепорте. С тэпаута на телепорте, да. Войсмот на скрытые токи ГИБа это... То есть команда пацанов выиграли 4300 голды. 4300 голды и 5000 экспы. Мы очень много не взяли. Особенно котёл почти 2000 голды. И 1200 голды взял Гристалбэк. Какая-то, да, очень нехорошая драка от петухов. Похоже, было рано сходить на линию. На эту. Очень рано. На эту т3. Да. Нужно было им пытаться делать минус один вне драки, а потом уже идти и сносить. Здесь слишком дерзко зашли. Баратрум поехал под т3, под т4, там начал что-то баковать. Наказали ещё и за догонные Гирокоптеры. Не хватило дэмэджа по всем. Ещё и... Сначала он просто прожал крутилку и убежал. Ещё и Лене очень повезло, что она... В зеркалке она успела перво сделать тычку в попе, а не наоборот. Так бы прям было минус 5 от команды пацанов. Ну что ж, понимаем... Должны, видимо, понимать, ребята из команды петухов, что надо... Надо фармить. Вот зачем этот был догон? Вот просто зачем этот догон? Просто возьми барабан, возьми ктп, пойди и снеси им просто стороны эти с своей командой. Нет, надо собрать догоны, там писать всякие смайлики в чат. Как-то Вайс пытается задеть противников своих. Тем временем у КВП почти есть уже аганим. Осталось буквально 30 голды, один крип. И пишет на него братрум. Клей не догонит, она уже депаул делает с линией. Ну и у Лины тем временем через 300 монеток будет аганим. То есть будет вносить чистейший урон. Это будет очень больно. Особенно Бристалбеку. Ее пассивка не будет действовать. От ее ульты. Не спрятан, так скажем это. Не, но все равно хоть и выиграет драку одну пацану, но все равно жмутся на базе. Чувствую, что команда КВП сильнее. Тут Лина могла встрять, но нет просветки. Нет просветки у команды пацанов. Такая дерзкая Лина. И ничего не боится, никого не боится. Джиггернауту забрала. И что сейчас? Разбило почти все лицо у нас Хэппи. И бежит братрум на КВП. Догоняет ли? Догоняет КВП. Есть палец по котлу. И что дальше? Драка продолжается. Добейте котла уже. Убивают четверых, никого не теряют, ребята из петухов. Возможно, прошлый фит был осознанный. Но прошлый фит он был, потому что они зашли далеко. Очень дерзко. У того же Керуптора было мало ХП. Сейчас уже есть Угур Клаб. Ну и за Т3 очень сложно страдаться. Такая тебе бьет вышка, у которой в стычке стоит ХП снимает. Очень неприятно, конечно. И, скорее всего, будет забирать Т3. Бежит Бристилбек. У Бристилбека есть Крипсон Гвард, Плэйд Мэйл. Летит в него ракетка. Отгоняют, отгоняют. И, скорее всего, да, заберут башню и должны ходить. Нет, Лина-то продолжает. А маны на лагуну не хватает. Есть кулдаун. Задевает троих. Сбревают Шейкера очень быстро. Ультимейт Квапы тоже... Джаггернаут разультился. Сбревают Гирокоптера. Лина уходит на 100 ХП. Баратрум убегает на 60, но тоже очень побитый. А теперь Виверна сплитпушит. Есть у неё Глимер Скейп. Мне кажется, какой-то был... Не особо хороший сплитпуш, потому что отдали своего кэрри. А Виверна таквышку и не снесла. Сняла всего лишь пол ХП. Найтбот у нас в чатике банит тех, кто... Мега... Ой, чёрт, кто много... Пишет всяких буковок и циферок. Надо будет отключить эту способность у Найтбота. А я-яй, злодей. Опасный Найтбот. Какой вообще? Хотя видим разбег от Баратрумана на... Джаггернаута. И не проходит. Интересно, как он заметил этот разбег. Потому что вардов твоего нету у команды, пацанов. А как же вот этот? Вообще не показывает. А, да, да, да. Почему-то я не заметил этот вард. Ещё и здесь есть вард у них тоже. Я бы взял бы на месте спуков, в каком-то саппорту взял бы гем, просто замал бы все эти варды и спокойно бы фармил их лес. Не было бы уходить к команде пацанов. Тем более на такой большой перефарм. Такая доминация. Ну что, Барбрегилл, считаешь, будет ли этот заход на верхние бараки? Да, вполне мог бы зайти на верхние бараки, потому что Капута убили на боте. Да ещё и в миду решили подраться, кажется. Или нет, просто пытаются отвлечь противников. Есть ультимейт в Джаггернаута. Разбирают быстро Джаггернаута. Кулдаун заходит. И что... Что делают? Что делают? Очень долго бьют Бристлбека, пока один Джора пытается кайтить двух своих саппортов противника. И пока никого не теряют. Джора никого не боится. Убегаясь с Чаршуф Даггнесса в крипа. И летят за ним два снаряда от вышки. Очень мало у Бристлбека. Бристлбек живёт, включает Блэйдмейл. Но всё-таки его забирает Герокоптер с своего Даггона. Даггон третьего уровня. Есть просветка от Queen of Pain. И будут её забирать. Маны на Лагуну не хватает. Нет, даже без Лагуны забирают. Вот смотрю на этого Леона. На монстра. Очень качественно играет. Смотря на то, что в драке постоянно ману высасывают Бристлбеку. И Бристлбек, хоть без маны, не может настакать свои спреи. Очень хорошая игра. Хотя я видимо, что Леон максит манадрейн. Очень приятный скил. Супой персонажа. Для подобного Берста 2,5 секунд Хиггса вполне хватает. Кого тут нас Джиггернаута спокойненько разбирают. И должен... Не хотят ломать барак. Хотят убивать котла. Но котёл выживает. Как-то очень долго сносят бараки. И отступают. Да, пока мало дамага у команды Птухов именно с руки 10 урона. Потому что гироков собирался именно через Дагон, через Сашу. Они там, кто бы всем не через БКБ, МКБ и так далее. Мало у него урона. Ну вот Сашу он прикупил довольно недавно. Ну да, всё равно Саша ему урона вообще не даёт. Теперь он даёт всего лишь 10 урона. Ему нужна всё-таки ловкость и не сила. Ну, видимо, это будет выход в Сашу с Яшей. А сейчас он собрался больше на жирность. Чтобы стать пожирнее и больше выживать в этих замесах. Дальше Лина собрала себе следующий очень полезный артефакт против Ростова. Вот только что она взяла. Сильвер Эйдж. Да, теперь думаю, драки будут попроще. Для команды Птухов. Смотрим Джаггера. У Джаггера только появился Львос Яша, Морбид Маск и больше ничего. Очень такой бедненький Джаггер, который не может много дамага вынести в драки. Он даже вообще ультута не может скинуть, получается. Потому что там его в контроль очень сильно. Или убивают за груста Лины и Бертрума. Ну, а у нас практически полчаса игры прошло. И по графикам больше, более 15 тысяч. Как умер Джаггернаут? Сильно. Там тысячка с лотарой, там ульта и всё. Нет Джаггера. Нету Джаггера. Яша. Нет. Факт. Алину могут принимать у нас тут? Или уйдёт? Да, никогда её не убьют уже, мне кажется, за эту игру. 1700 хп. Откуда у них такой дамедж? Нету. Так вот, практически 20 тысяч преимущества по опыту. Это по опыту, то есть уровень героев. И по ценности команд, где-то 25 тысяч лидируют петухи. Да, несмотря что Хэппи на Квин оф Пейн пытался сплитпушить, пытался как-то подфармливать, он до сих пор не может ничего себе отдельного вынести и по нетфорсам находится ниже саппорта в команду петухи. Ну, более-менее деньги имеет только Бристлбек. У него есть тоже Саша. Кримсон Гвард и Плейтман на СПТ. Кстати, Бристлбек имеет уже и Котл, у него уже огоним есть. Очень полезный артефакт для такого персонажа, особенно днём. И ещё и хилит своих тиммейтов с помощью иллюминатора. Мне кажется, сейчас был байт на иллюзию. Её спрятали в Глиммерскейп, заставили поставить вард. Кошмар! А тут Рошанчик забирается. Второй Рошанчик за эту игру. Видел, что забрал Леон, да. А не Вейс на герокоптере. И Вейс агрессивно попикал на своего тиммейта. Ну и скорее всего... Так, ну нужно ломать следующую сторону. Я бы зашёл снизу. Так, там и башенка побита, осталось треть хп. И опять же, это противоположная сторона. Будет сложнее отпушивать. Какая-то очерёжная ошибка была от Братрума. Он один зашёл по топу. Очень понятно. Один в 5 дрался, и тогда его забрали. Тут просто три джаггернаута. Кулдаун залетает по всем. Бристлбека... Срезают Бристлбека. Срезают джаггернаута. Лина продолжает драться, несмотря на 400 хп. Волна хорошо проходит. Но ничего уже сделать нельзя. Ну очень все биты с критухов. Всё-таки котл очень хорошо играет. Все команды. И даже с нажи. Хорошие задушки. Все калёные. Картухи. А, нет. Вырывается. Леон теряется. свой Аегис. Уходит Герокоптер у нас в таверну. И забирают Квин оф Пейн. Есть байбек от Квин оф Пейн. Джиггернаут сейчас придёт в бой. Ничего сделать не сможет. И у нас Лину забрали с помощью Крика. И пытаются давить дальше. Да, уходит Саппорт. Нет, Вивернта не уходит. Фисурка её отрезают. Ииии. Пытается улететь. Но нет. Ну, наверняка если не ушёл, потому что у КП есть Блинк, а у Виверн нету ТП. В принципе, это просто тянуло время, похоже. И видим, что Барр разгоняется. Разгоняется Джиггернаута. Снова. Зачем? Зачем это делают? А у него-то есть Армлет. Может играть своим Армлетом. И Форстав. Честно скажу, раньше не видел Форстав на Братруме. Ну, в принципе, полезный артефакт, если уходить от Эйми после разбега. Это тоже не запоняй. Понять этот выбор, почему именно Форстав. Снова разбег под Лотаром. Ну, что он не сделает и КП, похоже, что он сам понимает и разворачивается. Плюс тот же Шейкер рядом будет очень непросто драться в Соло против двоих. О, видим, собрал Солер Крест. Наш Геррокоптер. Очень полезный артефакт, конечно. Но все равно у него очень мало дамагов. Он качал Флэк Кэнон. Но дамага у него нету в строке. Чем же фармить? В таком случае, если покупаешь какой-нибудь Дагон. Такая и не знаю, Макси ракету. От него урон очень большой идет. А вот Джиггернаут отсюда не уйдет. Влетает также в драку Бристлбэк. Отплевывает противников. Но далеко они не отступили. Спрятались в лесу. Есть задумочка. Но проходит мимо. Хекс по Венерологу. И летит в него спокойненько ракетка. И Блэдмейл. Блэдмейл заканчивается. Черт. Меня кошка решила ударить в спину. Так нечестно. Есть крик по всем. Петухи просаживаются сильно. Баратрум тут может спокойненько отъехать. Но остается одна лишь Квин оф Пейн. Забирает Герокоптера. И будет ли ее на развороте ловить. Есть врыв. Есть хекс. Стан. И Пятерых забирают. Фу. Мейн Тим Вайп от команды Битухов. Ну и в принципе думаю это нужно взять уже ГГ. Потому что Четыре героя мертвы. Вторая линия падает. Тоже Скорее всего пойдет там у вышки. Всего лишь 500 хп. А так Купы. Семь 5 секунд остается. Загернаута ловят. И разрывают. Пятерых забирают. Пятерых забирают. Ну что ж, ждем вторую карту. Пока можно уйти на паузу. Сколько паузы идет? Пауза будет длиться минут пять. Ну... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...